Конечно. Так сложилось, что в Нежне сохранился почти целостный комплекс почтовой станции 18-го столетия, за исключением одного здания. И у нас экспозиция размещена в флигере станционного смотрителя. Здесь, когда-то жила семья станционного смотрителя. И во втором зале мы восстановили интерьер, как было в зале ожидания для пассажиров в середине 19-го столетия. У нас экспозиция рассказывает о создании нашей почтовой станции, о людях, которые пребывали здесь. Через Нежну проходило семь почтовых страхов. Это была крупная узловая станция. И через Нежну проходила дипломатическая почта на страны Западной Европы. Хоть Петр перенёс столицу в Петербург, но дипломатам положено ехать было именно через Нежну. Поэтому кто-то только не бывал в этих стенах. К сожалению, не все постретили удалить художникам. Здесь бывал Адам Мискевич, здесь бывал Глинка. Здесь бывал Глинка, как раз сопровождал Анну Керн, когда она выезжала на лечение в Казбат вместе со своей дочерью. Здесь бывал Фон Витин, Пушкин дважды бывал в этих стенах. В 1820-м, ещё как свободный человек, ещё у него были и люди, и служить, сделать что-то полезное для государства, служить государству. Но второй раз в 1824-м году его перевозили. Заменили южную ссылку на северную и нигде не разрешали останавливаться. Под конвоем два конвоира сопровождали. Путь от Одессы до Михайловского был проделан, это 1600 чемтовёр за 9 суток. Такое, значит, второе путешествие через Нежну было очень таким некомфортным. Но были ли знакомые у Пушкина, мы всегда интересовались Нежни, слышал ли он о Нежни. Таких писем записей не сохранилось. Но мы точно знаем, что Александр Андреевич Кушлев-Беспородска. Значит, вы знаете, что это самый-самый первый богостник Старшко-Сельского лицея? В 1815 году умер его дед, граф Илья Беспородска. И вот этот парень, на которого, по указу Александра Первого, который был попечителем нового учебного заведения, должен был достроить здание и открыть это учебное заведение. Но немножко нам повредил Нежну Карабин. Поскольку, пользуясь своим служебным положением, он в Харькове открыл университет в 1906 году. И поэтому Александр Первый не спешил открывать в Украине еще одно высшее учебное заведение. Всятические проволочки были. Вот Александр Кушлев-Беспородска в 1820 году таки вынудил императора открыть Нежне учебное заведение. Такие истории тут связаны с городом. Очень интересно, да. А что это у вас за экспозиция и что за картина? Объясните мне, пожалуйста. На панораме, вот эта панорама нарисована, и она была впервые в книге «Лицей князь Беспородска» в 1860 году. Вот это уже сын Александра Кушлев-Беспородска, Григорий Беспородска, стал попечителем после отца и издал такое издание о лучших выпускниках историко-филор... о лице, значит, гимнастии высших наук, и о преподавателях, профессорах, которые работали в этом учебном заведении. И вот таким когда-то Нежне, в середине XIX столетия, таким парадом когда-то встречал город и Пушкина, и Шевченко. В центре города был построен очень красивый комплекс. 12 церквей почти правильный крест собой представляли. К сожалению, на данный момент в Нежне из-за этих 12 церквей 11 сохранились, но разрушены были колокольни, разобраны на кирпич. Ну и еще не все церкви привезены в такой надержащий вид. До сих пор находятся в лесах, лесконструкция идет Благовещенского собора, мужского монастыря. До сих пор архив размещен в Троицкой церкви, церкви явно богословом, но остальные церкви уже храмы действующие, и можно, верующие приходят сюда на школу по утрам и вечерам. Вот этот уголок посвящен художнику Николаю Семеновичу Самокишу, сын танционного смотрителя, родился на свет в 1860 году и на всю жизнь полюбил лошадей. Вот маленьким ребенком выглядывал в окошко, выходил в ладор и видел, как езжают такие тройки разгоряченных лошадей выпрягают, ведут в конюшни, и навстречу выводят лошадей отдохнувших. Окончил Кетербургскую академию художеств, потом был и преподавателем, профессором Кетербургской академии. Слава Батальней живописи, после немцев возглавил как раз наш Александр Николасович Самокишу. А это вот такие кареты были? Ну, это макет дилежанта. С 1825, вернее, с 1820 года сначала между столицами Москвы и Петербургом, а потом между Москвой и Киевом начали ездить почтовые дилежанцы. Удобная карета, а там у нас копии старых почтовых экипажей. Как профессор Киевского дорожного института. Поставим чертежа, у нас сделали такие небольшие копии старых почтовых экипажей, зимних и летних. Когда-то в таких экипажах, от станции до станции, 20-30, я заеваю 4-5-6 часов, путешествовали кадеты Северная Польша, 1813 года, вот можно посмотреть. Ну, сначала, конечно же, праздник Божьей Матери Чистанковской, теперь эта икона находится в Польше, то есть четвертая икона, которая принадлежала по легендам кисти Луки, Святого Луки, Евангелиста. Нарисована была, как бы, значит, именно Богородицей с изображением сделано. Это которую вы говорите? Божья Матери Чистанковская, Катамская, 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 Крышгородская, Владимирская, вот эта вот икона. Там все почтовые станции, документы. План Нежа 1803 года, примерный план. Александр I так хотел перестроить город таким образом. Угу. Понятно, понятно. Да, вот это та самая, на Рейбе-Заоска, Катамская, с другой стороны. Ага. В тот период, когда он был генеральным директором почты. Угу. И здесь? Да. Румянцев Задунайский. Да, выделил из тех почтов направления, еще малороссийское направление. Ну, а та, анезротическая такая, это нет, ну, может быть, не записывает. Значит, вы, возможно, знаете, ну, Екатерина II, временно, помните, матушка, царица, податливая на уговоры. Александр Игоревич Безбородска, Александр Игоревич Безбородска, кастр Екатерины, во времен Екатерины II, дипломат от Бога, и после военных действий, значит, против Турции, значит, заключалась, Турция отдавала Черноморское педережье. Его, такое, главное, значит, именовали его Ярским миротворцем. Потому что Ярск заключался доктор, и Россия получала вызов к Черному морю. И вот пока все переговоры в Ярсках, а это путешествие от Петербурга, значит, до Молдавии, там пока все переговоры, где-то он отступил, может быть, недели три в Санкт-Петербурге, а может и более. Возвращается он, а мат, царисти, поддатливый на уговоры, столько на него наговорили, а его не очень, ну, сам, не знаю, бедное положение человека, соответственно, кому-то хочется это положение занять. И она поддалась на уговоры. Возвращается, а его уже сместили, он уже не канцлер, а генеральный директор почты. Это самое низшее звание при дворе почты, убыточная была до него, и унизили как могли. Но это не тот человек, который бросался в ноги и просил вернуть на место. Он сказал, да, генеральный директор почты за год провел такую реформу, что почта принесла 6 миллионов доходов. Ежегодно, значит, его, конечно же, вернула Екатерина II на пост капсулер России, и ежегодно, чтобы всем, значит, неповадно было больше, то назначено было ему из доходов почты ежегодных 600 тысяч, кроме того, там земли, припасные добавлены были, и вот такая история. А что он сделал? Он снизил тарифы, чтобы больше людей могло пользоваться почтой, не то, что сейчас делают. Кроме того, значит, поддерживать дороги в хорошем состоянии и оставить 10 пунктов, по которым можно просить дополнительную плату за услуги почтовые. То есть всевозможные поборы, взяточничество было строго, значит, пресечено, и почта принесла вот такие доходы. Здорово, здорово. Государственный человек был, мы про него читали, говорят, что если бы, вернее, как, что не знаю, как там будет при вас, а при нас ни единая пуска в Россию, в Европе не могла бы стрелить без нашего соизволения. А Париж, они вообще говорили, если бы безбородка захотел, то и Париж бы присоединил к России. Это после того, как он в Польше вон это был договором, стал, в Парижской обереваясь. Вот такие, что связаны с нежной почтой. Лилия Михайловна, большое спасибо за такие интересные сведения. У нас есть небольшая коллекция очень интересная. Ну, само собой, вот это вот работа Самохиша по всем музеям и фильмах вы с ними встречаетесь. В особенности национальной охоты, там самые красивые фрагменты, открывается книга «Савская охота», главным художником этой книги был Николай Самохиш. Когда Николай II входил на престол, коронационный сборник заказан был тоже Николай Самохиш. То есть в большом почете был у императора. в свое время тут художник. Но когда грянут переворот революционный, то в последний корабль уплывает из Крыма Врангельскую каюту, отдавал Самохиш, чтобы он только покинул вот этот вот, где начался бунт российский, эти места. Да, кстати, Марк Бернес же тоже уроженец Нежного? Да, это Нежного. Ага, понятно. В 1911 году появился на свет в семье Нежинского еврея. Настоящая фамилия Неймон его. Много можно. По-моему, по-разному, в соль, до десяти лет, в семье лет семья прожила в Нежине, а потом поехали в Хайсов, в поле. Промышленный город, папа тут в Нежине никак не мог заработать на жизнь, был старьевщиком. А вот то, значит, то территория и дом, где родился Марк Бернес, принадлежал этот дом дедушке, мамоному отцу. Мишневский, содержал там трактир. Территория такая была интересная. А это что, представим, такое? Это такая частная коллекция, сейчас выставлена на поддушных колокольчиках и ренитика вот такой вот. Витриниты Глухова. И вот у нее такая хорошая коллекция поддушных колокольчиков. Тут не самых таких редких, но более распространенных тут валдайских колокольчиков на этой витрине, то, чтобы правее, на левое витрине, тут нижние три яруса, это полих. Угу, угу. Ну, это как было... Да, реконструкция того, как было рабочие места станционного смотрицка, и столб, где обещали с пассажиром, вот прибыли, то чай давали бесплатно по счету сам пассажирам. Угу. Ну, вы сейчас тоже чай даете бесплатно экскурсантам? Нет, к сожалению, нет. Пока люди, в музее, такими деньгами не располагаются. Ну, наверное, самовар перестал работать, верно? Да. Ну, у нее же, не кроме чая, могли предложить кофе, если вы хотите, то кофе мы можем. Вот эта стоинная посуда, медная, привезена была сюда, греками. В Нежине, во времена Богдана Хмельницкого поселилась большущая колония торговых греков. Они здесь обосновались основательно, создали церковное братство, строили храмы, и в Российской империи они так и писались не просто греками, а неженскими греками. Это было отдельное сословие в государстве. Угу. Они были освобождены от многих повинностей, дома освобождены от воинского постоя, не надо нести воинскую службу. А кроме того, беспошлиная торговля по всей территории России. Это очень богатое было сословие. И вот они строили храмы не только в Украине, вот Киев, Подол, это тоже неженские греки. Угу. 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 В 1814 году это тоже греческая церковь. Но это общественные греческие церкви. На Троицком кладбище в 1827 году церковь Константина и Елены. А кроме того, греки отдельно, лично строили сами тоже церковь. Грек как навел, построил церковь Иоанна Богослова. Она открывает улицу Коклевскую, двухъярусная, красивая церковь в таком переходном периоде конфицизма. Где был архив. Да, где и сейчас находится. Где и сейчас архив, да? Ага, ну понятно. Ну, Лилия Михайловна, большое спасибо. Очень много интересных сведений было. Вам так. Спасибо. Спасибо.